Человек и космос 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 Субтитры сделал DimaTorzok Воду не лезь, холодно Деда Ваня, а ты затмение, верил? Не помню Как не помнишь, Деда Ваня? Я много чего видел Всего не упомнишь Готово, держи Ну как? Понимаешь, Деда Ваня, солнце всегда есть А смотреть на него можно Только в затмении А откуда мы, Деда, будем смотреть? Надо поближе к солнцу Если по морю все время плыть То оно ближе Правда? Можно и так сказать На лодке пойдем, увидим Хорошо, что бывает затмение Почему? Деда Ваня, я буду тоже грести Ладно? Ладно, ладно Деда, ты меня балуешь? Почему? Мама говорит Ага Если мама А ты правду балуешь Вот везешь затмение смотреть А я сам посмотреть хочу Тебе зачем затмение? Давно не видел Субтитры сделал DimaTorzok А когда еще затмение было? Перед войной Мы с Володькой вместе смотрели Перед самой войной С каким Володькой? С Володей Дубининым А ты его знал? Мы в одном классе учились До войны И на войне вместе были? И на войне Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok 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 Здесь я жил до войны А рядом Володька Дубинин Субтитры сделал DimaTorzok А то вдруг ничего вспомнить не могу Про школу спроси Все почти перезабыл А вот каменоломни А вот каменоломни Катакомбы Не забывается А-а-а-а-а-а-а-а-а-а! А-а-а-а-а-а-а-а-а!" Где ты? там же где и ты А где? Да тише ты! Сам тише, а то ещё больше провалишься. Люб же некуда. Много ты знаешь. Смотри. Катакомбы. Смотри. Смотри. Высоко. Ничего себе провалили. Доглядели, сколько. Здесь должны быть другие выходы. Стырянка пришёл! Весь наш город тогда жил морем. Теперь её вроде и не видно. Работа как работа. А тогда проход Трофим Штыренко из последнего рейса вернулся. Весь город кинулся встречать. Когда же это было? В выходной, помню. Да. То ли конец мая, то ли начало июня. Марья Васильевна Штыренко всю жизнь брата Таллада встречала. А как умер он, и пароход его именем назвали. Трофим Штыренко. Так она стала судно встречать. Трофим Штыренко. Последним капитаном на Штыренко Баландин ходил. Самый знаменитый голубятник в городе. Какие у него почтари водились. Это что? Это разве судно, а? Это ж какая-то угольная шахта. Раз Трофим Игорыч умер, пускай все грязью зарастет. Сгниет, почернеет, не выйдет. Где швабра? Это ж не плавучая лохань. А судно имени героического капитана Трофим Игорыча Штыренко. И пока его сестру ноги носят, тут будет порядок. Морской порядок. А есть? Здравствуй, Баландин... Папа! Папа! Что ж ты цветы-то роняешь, мальвайся, что ж цветы-то роняешь, а? Усыплются, к счастью. Прощаешь ты редко. Папа! Папа! Вот и расстаюсь я с Трофим Егоровичем. Теперь при дочке будешь. Заскучаю. Не грусти. Ребята вон как довольны. Новый корабль им дают. Гляди, какой у всех праздник. Маш, приглашаю. Маш, приглашаю. Папа! 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 С army! Папа! Посмотри, как я вырос! Посмотри, как я вырос! Поехали! Поехали! Ну, откуда? Чего нам не сиделось спокойно? И смешного-то в нём не припомню. Внешность, как внешность. Ничего забавного. Прекрасный был учитель. Что он нам рассказывал про царя Митридата, не помню. Смешил всех. Вот веселье какое-то было, и все. А чего смешного находили? Думайте, ребята, вспоминайте. Не понимаю. Может, кто-то придумал? Наше имя от керченской селедки. На древнерусском языке говорили керчий или корчий. Корчий. Это значит кузнец. Ой, низко летит. Две тысячи лет тому назад люди строили здесь прекрасные дома и храмы. Добывая под землей солнечный камень ракушечных, здесь же в каменоломнях. А под землей оставалась пустота. Катакомбы? Да, катакомбы. Они образуют под землей целый город. Сын царя Митридата шестого Евпатора Фарнак изменил отцу и отечеству. А у меня поднялся. А у меня поднялся. А у меня поднялся Фарнак. Тогда царь поднялся. А у меня поднялся. Все, урок окончен. Идет. 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 Опусти меня! Ребята! Молодцы! Мы его! Молодец! 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 Пусть знает! Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Это моторчик. Испортился. Можно я? Можно, бери. Испортился. Смотрите продолжение в следующей серии. Валь, глянь. Валь, глянь. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Валь, глянь. Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Поехали. Античный философ. Он уже умер? Да, давно. Он принял яд. И ваш моторчик сжег. Приглашаем всех в ловучий музей Трофим Штыренко! История героической жизни и смерти нашего земляка, капитана Трофима Егорча Штыренко! Фотография в документах и личных вещах! Приходите смотреть! Приходите, не пожалеете! Фотографии, личные вещи и документы! Это я, директор музея! Приходите! Приходите в музей! КОНЕЦ Пап, ты чего лежишь? Вы чего чай не пьете? Собирали же чай пить. Ну, я уваню. Ну, чё, нельзя, что ли? Мама клубнику сварила. Где варенье, мам? Лучше я тебе сам расскажу, чем от других. Ошибся я, понимаешь? В человеке ошибся. Поручился за него. Доверил ему судно. А он вышел на вахту пьяным и судно разбил. Вот так. Стыдно мне всех подвёл. Теперь на всё наше пароходство будет пятно. Перед товарищами стыд. А что тебе будет? Правильно мне будет виноват я. Ты что? Мы вместе тогда побежали. Я за углом караулил, а Володька наверх, к окну полез. Только все равно ничего не было слышно. Он, правда, отца немножко видел со спины. Очень за отца Володьку переживал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Володя, иди домой. Папа, за что они так на тебе? Ведь это же не ты, а он разбил судно. Папа, ты теперь никому не верь. Папа, ты теперь никому не верь. Разберемся. Субтитры сделал DimaTorzok Нет, папа, я не понимаю. Вот я верю, верю. А меня кто-нибудь раз и обманет. Ну скажи, что тогда? Все равно верь. Ну да. А он виноват кругом. А ты прав всегда? Ну, не всегда. Вот видишь. Ты не за другими смотри. Ты свою вину ищи. Ты про дружбу, что ли? Я вообще про людей. Вместе быть надо. Это была самая короткая ночь в году. Ну, уснули, был мир, планы на лето, запуск моделей, пионерский заплыв, а проснулись, война. А ночь между миром и войной такая была короткая, самая короткая в году. А ночь между горами и войной на лето. Папа! Бегом! Бегом! Давай! Папа! Папа! Я не буду! Папа! Папа! Вовка, вставай! Папа! Что случилось? Не могу сказать! Тогда чего будил? Дело есть! А мне-то такой сон снился! Папа с корабля стреляет! Бой прямо над морем! Один фашист загорелся! И с черным дымом! Как! Рухнет в воду! Тише ты! Поважнее снов дела бывают! Ну говори чего! А не расскажешь никому? Честное пионерское под салютом! Папа! Тогда одевайся! Бежим! А то без нас кончится! Дело секретное! Папа! 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 К его переходу. В подземные каменолом! На рассвете весь отряд должен был уйти в катакомбы! И с того часа ни один человек не выйдет на поверхность без разрешения командира. КОНЕЦ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Посвети здесь. Там отец откуда? Да точно, его голос. Папа! Прячь огонь. Папа! Папа, это я! Папа! Куда? Вдруг там в ракет? Стань! Папа, это я! Стой! Тише! Это я! Тише! Папа, это я! Папа! Дядя Ваня! Дядя Ваня! Откуда тебе что приказал? Сюда! А я сам ушел! Тише не касается. Папа, а вы зачем здесь? Мама знает? А что вы здесь, мамка знает? Угу. Коза у меня пропала. Искали. Какая коза? У вас же нет козы. Завела. Я тут на мотоцикле. Морячок мне помогает моторчик перебирать. Где? Как где? Вот он я. А вам, товарищ краснофлотец, стыдно врать. Мы не маленькие. Все понимаем. Тут лаз. Чтобы пожилая вдова в какой-то лаз сунулась. Ведь надо ж такое про людей выдумать. Все туда пошли. Мы сами видели. И ворота закрыли. Как будто другого лаза нет. Мы кроме этого еще три знаем. Вряд ли. Какой свет? Честное пионерское не врем. Хоть сейчас можем вам показать. Надо посмотреть. Кто домой-то к ним пойдет? Моя мама сознательная. Она согласится. Да уж куда сознательней. Ванька хоть с тобой, а Володька? С таким, как у него характером, на земле страшней, чем под землей. Володя! 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 Продолжение следует... 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 Свежего воздуха в катакомбах, как вы знаете, не хватает. Поэтому прошу всех пользоваться только свечами. Пакелами в особых случаях. А сейчас слушай командира. Товарищи, среди нас есть новые бойцы. Поэтому я скажу то, что многие уже слышали. Захватив Керчь, немцы рвутся в Грозненской и Бакинской нефть. Они хотят лишить нашей армии горючего. Есть приказ Гитлера. Построить через Керченский пролив, на Тамань, двухэтажный, пятикилометровый мост. Для переброски войск и боеприпасов. Большая земля дала указания. Мост не должен быть построен. В этом деле будет и наша доля. Мой приказ. За Родину бой, товарищи. 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 Семнадцать с ноль ноль. Взрываем вход в главный ствол. Товарищи Рученкова обеспечить. Уже обеспечено. Повторяю, проверить, кто из личного состава находится вблизи главного входа. Моменту взрыва отвезти всех в дальние отсеки. Мера безопасности. По расчетам перекрыть должен только главный вход. Людей там не осталось. Наши все дома. Продолжение следует. Фашисты пытались прорваться к нам в катакомбы через главный вход. И тогда командир приказал этот ствол взорвать. А другая группа партизан в это время должна была уничтожить завезенное немцами оборудование для строительства моста. КОНЕЦ 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 Взрыв главного входа прошел согласно расчетам. КОНЕЦ Немцы теперь туда не сунутся. Но они уже обнаружили и блокировали боковые лазы. Третий день мы не выходим на связь. КОНЕЦ 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 Вот, Иван Захарович, не свяжемся с Андреем, будем отрезаны от всех наших. Вот так. А на земле ждут нашего связного. Разрешите, я пойду. Взрослых гестепо забирает всех без разбора. Кто только появится в районе катакомб. Мы уже пятерых посылали. Никто не проскочил. А еще два наших входа рассекречены. Такая обстановка. Тебе решать и никому больше, Иван Захарович. Хлопчиков. Фашисты пока не боятся, не трогают. Это мы выяснили. Разведчики видели таких же мальчиков. Ребята дельные. Разведки обучены. А если что, идут к себе домой. Их там всякий признает. Тогда Ваньку моего посылайте. И Володьку придется. Ты, Иван Захарович, выведешь их к Лазу. В горах. Он самый безопасный. Сам посмотришь. Как там и что. Сам его видишь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ура! Давай, 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 давай. Сдыхать! Давай! Давай, давай! 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 Горит! Он уходит! Командир зовет! Тихо! 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 Ещё раз, ребята. Это было наше первое боевое задание. Мы решили наладить связь с Андреем. Кто он, мы не знали. Просто должны были оставить шифровку в определённом месте. Да, в определённом месте. Тогда мы хорошо понимали слова «военная тайна» и не спрашивали лишнего. Старшим назначен Володя. Приказ. Ну, ладно. Осторожнее там. КОНЕЦ 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 ЕС БОТОРА ТЕРВОЯТ ОЛЕННАЯ КОНЕЦ Ай! Умм! Умм! Ура! Ура! Песня с Вами! КамАром! Ура! Зато толгры! Это партизан, да? Как она! Бежим! Ванька! Трупа идет в катакомбы! Они косеют воду из моря! Ты слышишь? Они хотят уничтожить отряд! Надо предупредить наши! Быстрей! Быстрей! Уходим! Уходим! Быстрей! Отставай! Вперед! Быстрей! Давай! Быстрее, ну! Идем! Быстрее! Уходим! 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 Вода быстро затопила верхнюю галерею. Но мы успели уйти в старые дальние штольни. Это было первое тяжелое испытание в нашей подземной войне. Мы тогда еще не знали, что нас ждет впереди. Уходим! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok